На протяжении многих веков лошади были неизменными спутниками людей. До изобретения транспорта их роль в развитии цивилизации была ключевой. Правда, с появлением технического прогресса лошади стали больше домашними животными. Со временем появился и конный спорт. А с ним и новые виды неизвестны многим людям, пример тому конкур. Сегодня конкур – один из самых популярных видов среди наездников. Даже людям, не связанным с лошадьми, интересно наблюдать за красивыми прыжками через препятствия. Более 80 воспитанников конно-спортивной школы и частных клубов со всей страны показали свое мастерство на первенстве Республики Беларусь. Здесь можно было лицезреть грацию и великолепие благородных компаньонов-участников лошадей. В рамках первенства Республики Беларусь были маршруты с высотой 130, 135 и 150 сантиметров. В рамках открытых республиканских соревнований маршруты с высотой от 100 до 130 сантиметров. Приехало довольно много участников. Достаточно сказать, что в Брест давно уже столько не приезжало. То есть мы приняли 45 спортивных лошадей из всей страны. Естественно, с лучшими всадниками. В общем-то, приехали республиканские центры, частные конно-спортивные клубы. Всего в соревнованиях участвует более 80 спортивных пар. Конный спорт – один из красивейших видов спорта, потому что это единственный вид спорта, где люди выступают в паре с животными. Конечно, должны показать многолетний труд, многолетняя подготовка. Чтобы пара выехала на турнир, прежде они должны пройти вместе очень много лет. Это одна из самых популярных дисциплин конного спорта. Преодоление препятствий, конкур – это олимпийская дисциплина. Очень много в последнее время приходят любители, которые люди приходят позаниматься, просто научиться верховой езде, потом влюбляются в лошадей. И самый быстрый способ – это, конечно, преодоление препятствий, потому что проходит конкур, начиная с самых маленьких высот для любителей. И потом, если пара растет и показывает хорошие результаты, то они могут составлять конкуренцию профессиональным спортсменам. В последнее время это очень развито, частные лошади, они, конечно, показывают высокие результаты. Каждый участник, выходя на поле, красиво отдает приветствие, после чего стремительно высылает своего компаньона в голубь. И через доли секунды – вот он, невероятный прыжок. Невозможно было сдержать эмоции. Каждый зритель на трибуне поддерживал участников восторженными аплодисментами. Программа сложная, и дело не только в быстром прохождении маршрута, но и пройти его нужно было так чисто, чтобы не набрать штрафных очков на препятствиях. Я пришла в конный спорт, ну, 8 лет назад. Ну, это просто так спонтанно получилось. О, лошадка, хочу покататься. Пошла, покаталась. Потом смотрю, о, еще лошадка, тоже хочу покататься. Вот так вот, типа, раз за разом, и начала приезжать на конюшню, начала заниматься. С каждым годом расту, вверх. Вот этого моего товарища зовут Лидер. Мы недавно с ним в паре, с ноября только. Но очень сложный конь. Очень сложно найти какой-то контакт. Доверие сложно было его получить. Но сейчас вот, потихоньку мы стараемся, вместе налаживаем контакты. Сегодня я поняла, что есть над чем работать, и результат, в принципе, неплохой. Замечательные соревнования проходят каждый год, республика. У нас уже стала традицией приезжать сюда. В этом году мы улучшили результаты намного. У нас вот Лиза заняла третье место, бронзу взяла в открытом классе. То есть соревновалась она с кандидатами, с мастерами спорта. Вот, вывезли первый раз детей 2009 года. Две девочки у меня ехали. Тоже очень хорошо проехали. Очень хорошие результаты. Дети довольны. Мы довольны. Тренировки, конечно, да, тяжелые были, усиленные. Мы готовились буквально семь дней в неделю. Это, конечно, спорт требует полной отдачи. Потому что тут результат зависит не только от всадника, но и от лошади. Убедить своего напарника преодолеть препятствия удавалось далеко не всем. А кому-то высота 130-135 и даже 150 сантиметров покорилась без особых усилий. Но все-таки нет победителей и побежденных здесь все на равных. Ведь они выбрали конный спорт и безмерно влюблены в этих животных. И они со стопроцентной уверенностью могут сказать, что другой спорт для них неинтересен. И они не представляют свою жизнь без общения с прекрасными созданиями. Я уже пятый год в этом спорте. Я его выбрала, потому что мне с самого рождения очень нравились лошади. Я всегда хотела на них поездить, попробовать, как это. С самого рождения мне подговорятся все родственники, что я была от них понотела, так сказать. И вот, когда появилась возможность по возрасту, я начала заниматься. Первые два дня я полностью довольна собой лошадью. Так мы оказались на педестале сегодня. Не все удалось, были ошибки. Но ничего, мы будем справляться. Я конным спортом занимаюсь пять лет, очень люблю лошадей. Маршрут был нормальный. По сложности, ну, это 120. Мы отъехали его хорошо. На сегодняшних соревнованиях я заняла третье место. Это довольно неплохой результат. Соревнования оказались достаточно зрелищными и эмоциональными. Были удачи, были и падения наездников. Были слезы, радости и досады. В результате победил сильнейший. Анастасия Мелешкиев, Чандрий Щерба, Юрий Лимонтович. Телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Мелешкиев, Чандрий.